Привет, друзья! Спонтанный эфир про ситуацию с Еленой Блиновской. Ситуация эта ревегернула многих. И давайте разберемся, как эта ситуация влияет именно на вас. Вот какие мысли у меня. Елена моя коллега, психолог. И впервые я узнала о ней, когда клиенты говорили мне, что проходили ее марафоны. Но почему-то вот именно у тех, кто мне рассказывал, никакие желания на этих марафонах не сбылись. И потом я видела много рекламы марафона желаний Елены Блиновской. И даже пыталась слушать вводные эфиры ее марафона. Но мне казалось, что эта информация достаточно примитивной, слишком простой. То есть, в общем, для меня это не зашло. Почему? Потому что я про более глубокие причины. Я с 19 лет работала в продажах, занималась определенным развитием, читала книги «Думай богатей». Проходила различные тренинги личностного роста. И, в принципе, я знала, как работать со своими желаниями, как ставить цели. Постоянно этим занималась. И, в принципе, к 40 годам я уже пришла к тому, что мне хотелось видеть более глубокие причины каких-то жизненных ситуаций. Психосоматики в том числе, каких-то травм, которые на нас влияют. И я стараюсь видеть глубину в таких ситуациях, в общем-то, такую глубину, куда, может быть, изначально еще не все готовы пойти, когда люди об этом не знают всей информации, которая есть у меня. Но когда у меня появился запрос на расширение и передачу знаний людям, я гораздо с большим уважением стала к Елене относиться, к Елене Блиновской. И стала с интересом за ней наблюдать. И я могу сказать, что она влияет просто на огромную аудиторию, передает знания простым языком. И передает те знания, которые для многих людей, возможно, являются уже каким-то прореденным этапом. Но для многих, в том числе, для большого количества людей, которые только начали заниматься саморазвитием в последние годы, эта информация стала очень важной и нужной. И Елена просто сыграла, мне кажется, огромную роль. И действительно вдохновила очень много людей на изменения, на продолжение личностного роста. И о чем же нам говорит вот эта ситуация с ее задержанием. И я увидела, в общем-то, когда, чуть позже, да, давайте я об этом еще расскажу. И расскажу, что когда я стала с уважением к Елене присматриваться, я увидела некий свой такой эгоизм, гордыню, да, можно сказать, как эксперта очень такого умного и продвинутого. Когда я даю информацию так, что не всем понятно, да, не все могут меня услышать. И, в общем-то, я поняла, что здесь для эксперта очень важно быть в позиции служения, да, другим людям. Именно в такой позиции возможна успешная передача знаний, да. И именно поэтому очень популярны эксперты, да, которые передают информацию просто, да. Но при этом вот Елену в том числе иногда обвиняют, да, в излишней простоте, в излишней какой-то, да, вот доступности. И говорят, да, о том, что народ вот ничего в этом не понимает, да. Да, но для кого-то это очень важно, полезно, да, и это работает самое главное. И я благодарна, да, вот за эти уроки, которые я увидела. Но что я увидела вчера, да, в ситуации задержания Елены, Елены Блиновской, да. Дело в том, что, конечно же, неуплата налогов – это преступление, да. Почему? Потому что наше государство делает для нас, ну, невероятно много. И вы видите, в каком бы городе вы ни жили, что постоянно идет улучшение, да, наших городов, нашего образования. До сих пор у нас есть бесплатное образование, медицинское обслуживание, да, то есть очень много льгот, каких-то пенсий. И вот этого всего вы не найдете во многих других странах, да. И когда кто-то начинает ругать Россию, я предлагаю съездить, например, в Доминикану и посмотреть, что там, да, когда, ну, в общем-то, да, люди живут в очень низком социальном уровне, да, и проходили через огромное количество проблем. И налоги в России, они одни из самых низких в мире, действительно, да. И сколько государство делает сейчас для поддержки начинающих предпринимателей, вот такого нет практически нигде. Дело в том, что если вы, например, узнаете о налогах где-то в Лондоне, да, или где-то в других странах, то там налоги могут достигать 50%, а в России это 6% от дохода, да, и 15% от прибыли для индивидуальных предпринимателей. И, конечно же, здесь уже для действительно опытных предпринимателей важно, да, платить полностью эти налоги, да, не стремиться от них уходить. И, но дело не в этом, да, я не знаю, в чем суть. И я мельком интуитивно вчера просканировала Елену и вижу, что там, что в этой ситуации для нее действительно очень много проблем. Не буду подробно все рассказывать, но вижу, что она сожалеет о прошлом, да, видимо, в прошлом были какие-то неправильные решения и чувствует себя вот взятой за горло, да, но не буду, да, подробно говорить, что я увидела. То есть в технике, в методе потоковой терапии мы можем сканировать людей на расстоянии, и студенты, мастера потоковой терапии могут это сделать тоже, да, и могут сами, в общем-то, посмотреть, если эта ситуация интересна. Но, тем не менее, я хочу сегодня поговорить немножечко о другом. Я хочу поговорить о том, что в интернете огромное количество хейта и обесценивания не на неуплату, да, налогов, собственно, в то, в чем Елену обвиняют, да, а на марафон желаний, да, то есть на то, что Елена давала обществу в последнее время, да, на ее флагманский такой продукт. Но на самом деле, насколько я знаю, да, Елена не говорила на марафоне желаний о том, что все ваши желания сбудутся, да, но это определенный момент важный человеку осознать свои желания. Дело в том, что на самом деле, когда человек еще не прошел сепарацию с родителями, он еще не повзрослел, да, он не чувствует себя именно таким, ну, настоящим собою, да, ему очень часто бывает сложно почувствовать свои истинные желания, ему бывает сложно почувствовать, чего же он хочет на самом деле. И вот этот вот марафон желаний, он просто даже многим людям просто помогал почувствовать себя, помогал разобраться в своих желаниях, да, и сделать первые шаги к своему личностному росту. И стоил он 2000 рублей, и, насколько я знаю, да, и, конечно же, лучше было, когда человек шел, тратил эти 2000 рублей на марафон по саморазвитию, чем когда он шел и тратил эти деньги, например, на бутылку вина. Как вы думаете, какой здесь выбор, да, лучший? И мне очень жаль, что вчера я видела интервью одного чиновника, который говорил о том, что вот все психологи, которые работают в интернете, да, это чуть ли не мошенники, вот те, кто занимается курсами, да, по саморазвитию, они не очень хорошие люди, да, и, конечно, уже вот это вот у меня вызвало напряжение, да, то есть посмотрите, что у вас, что вы почувствовали. И я почувствовала это как некую охоту на ведьм, вот, которая была и в прошлом столетии, да, вот и в Советском Союзе, да, и в США об этом говорили. Это было очень-очень давно, когда ведьм сжигали на костре. И, в общем-то, это несколько для меня выглядит как искоренение осознанности, да, то есть искоренение желания людей становиться взрослыми, самостоятельными. И давайте подумаем, кому это нужно. Дело в том, что я живу в новом элитном районе в Москве, и я могу сказать о том, что здесь в двух домах находится, вот даже в одном доме, по-моему, находится 5 алкогольных магазинов. Подумайте, о чем это. 5 алкогольных магазинов, и в двух домах, да, находятся 3 аптечных киоска. Вот такая вот ситуация очень смешная, да, и дело в том, что подумайте, о чем это, да, это говорит о том, что этот бизнес процветает, и на самом деле никому не нужно, чтобы мы были развитыми, самостоятельными, вольно думающими, и такое впечатление, что гораздо выгоднее, чтобы мы были пьяными и больными, да, значит, зависимыми и управляемыми, то есть удобными, да, то есть, и вот это, конечно, у меня вызывает вопросы и мысли по этому поводу. И я знаю, что у многих мастеров, у людей, которые занимаются саморазвитием, у людей, которые начинают работать с другими людьми, помогать им, у них на фоне этой ситуации с задержанием Елены Блиновской, да, прежде всего, поднялись воспоминания из прошлых жизней, когда их сжигали на костре за их знания, да, за то, что они помогали другим людям, за то, что они становились самостоятельными и вольно думающими, то есть, в мире ничего не меняется, да, за последние века. А также после революции в нашей стране, это уже генетическая память могла у вас просто подняться, да, на этой всей истории, когда после революции кто-то страдал и терял свое имущество, да, то есть, почувствуете, как это для вас, это вот страх потерять, да, страх быть убитым, да, может быть, поднимается, вот какие-то такие вещи неосознанные, пронаблюдайте это, а у кого-то поднимается, наоборот, вот такое злорадство и ощущение, что вот, ну, наконец-то, да, то есть, вот, долго, да, ты зарабатывал деньги, да, долго мы тебе завидовали, а вот сейчас с тобой разберутся. И как будто бы здесь бедные не стали чувствовать себя лучше, им не становится, ну, вот особенно после революции, да, мы знаем, что бедным не стало лучше, когда убили царскую семью, да, и раскулачили многих других помещиков, да, а они просто радовали, что богатым тоже плохо, да, что богатым людям стало хуже. Подумайте, что поднимается у вас, и, возможно, это совершенно не ваши чувства, но, возможно, у вас, наоборот, поднимается страх быть богатым и успешным, страх пострадать, да, из-за своей известности, проявленности и из-за больших заработков, да, и, в общем-то, вот эта ситуация, она поможет вам увидеть вот эти ваши ограничения в деньгах, да, вашей проявленности, и все, что нужно сделать, да, по крайней мере, это заметить, зафиксировать, да, с помощью этой ситуации и просто начать это прорабатывать. Да, это именно то, что вам поможет с этой ситуацией справиться, то, что поможет вам подняться на новый уровень, и, конечно же, налоги должны платить все, а не только богатые люди, да, и мне не очень понравилось в этой ситуации вчерашней, то, что я где-то прочитала тоже в сети о том, что появилась сейчас разнарядка пополнять бюджет за счет поступления налогов, да, и вот эти вот ситуации, да, с Валерией Чекалиной, Лер Чек, да, блогер, очень известная, успешная, с Александрой Митрошиной, да, вот теперь с Еленой Блиновской, как будто бы это вот такой вот способ привести дополнительные деньги в бюджет, это, конечно, не очень приятная мотивация, да, то есть гораздо было бы более приятно о том, чтобы у нас просто прививалась культура, да, что мы можем платить налоги, да, и с удовольствием потом пользоваться всеми благами, которые дает нам государство. Почему? Потому что все наши налоги, они идут именно на пользу обществу, они идут на строительство, например, дорог, строительство школ, строительство медицинских учреждений, поликлиник, и у нас недавно рядом открыли, да, там кольцевую линию дополнительную в Москве. Мне кажется, в любых городах сейчас идут вот такие благоустройства, да, и в Москве это тоже очень, ну, постоянно, да, что-то происходит, постоянно что-то делают, и это действительно очень важно, и наши налоги этому помогают, да, и вот эта вот культура изменения нашего сознания, да, о том, что не государство нам должно что-то, а мы должны государству, да, для того, чтобы оно процветало, для того, чтобы оно именно позволяло нам чувствовать себя в безопасности, безопасно зарабатывать деньги, безопасно заниматься саморазвитием. Это же тоже очень важная история, да, и, конечно же, здесь я бы хотела, чтобы это все привело к большему, к большей осознанности нашего населения, да, наших людей, к тому, чтобы люди вышли из детской позиции, да, когда они хотят только получать в позицию, что я хочу что-то делать полезное для других, да, по крайней мере платить налоги, честно. И это уже будет большой шаг к развитию, да, ну, а то, что, вот, конечно же, была какая-то разнарядка о том, что нужно как-то крупных блогеров, да, привлекать к ответственности, это, конечно же, не очень хорошо, и здесь могут быть, ну, такие ситуации, да, когда будут следить именно не за соблюдением закона, да, за пополнением бюджета. Ну, вот, надеюсь, что все это в итоге разрешится, да, и для Елены в том числе наилучшим образом. Я уверена, она с этой ситуацией справится, пройдет урок, и который вот для нее, да, каким-то образом сейчас происходит, и эта ситуация просто поможет каждому из нас вынести свои уроки, и что вы думаете об этом, поделитесь, пожалуйста, под этим видео, какие у вас эмоции по поводу этой ситуации, что вы думаете, поделитесь, напишите, может быть, какие-то вопросы у вас возникли, что вы чувствуете в связи с этой ситуацией, что у вас откликается, что сейчас поднимается, что у вас именно ограничивает, да, вот ваша проявленность в зарабатывании денег, и напишите, пожалуйста, под этим видео, как у вас дела.